1 декабря – крайний срок уплаты налогов на имущество физических лиц за 2021 год. При этом ряд категорий граждан имеет льготы. Их представляют в отношении одного объекта налогообложения каждого вида. Это может быть квартира или ее часть, комната, жилой дом или его часть, гараж или машина-место. При этом льготу представляют на объект с максимально начисленной суммой налога. Например, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды 1-2 группы, военнослужащие, ветераны боевых действий получат 100% льготу на одну квартиру. При этом, если квартир 2 или больше, то за остальные они платят налог в полном объеме. По земельному налогу категория граждан, которые имеют право на вычет в размере 6 соток, это участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, инвалиды 1-й и 2-й группы, а также физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. Если земельный участок у льготников площадью, например, 10 соток, то вычет дадут на 6 соток, а за 4 необходимо заплатить. Что касается транспортного налога, то льготу в 50% имеют пенсионеры и инвалиды на один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Полностью освобождают от транспортного налога на одну машину участников Великой Отечественной войны, опекунов, попечителей многодетных. Мощность автомобиля также должна составлять до 150 лошадей. Если больше, то платить за него придется в полном объеме. Предоставление льгот физическим лицам носит без заявительный характер. Если физическое лицо не предоставило заявление по льготе, то льгота будет предоставлена налоговым органам на основании сведений, которые поступили в инспекцию в соответствии с федеральным законодательством. Если налогоплательщик не заплатит имущественные налоги вовремя, то уже со 2 декабря задолженность начнет расти каждый день и будут начислять пение. Налоговые уведомления либо приходят с заказным письмом по почте, либо в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Способов оплаты налогов несколько. Через терминалы, через отделение банка, отделение почтовой связи, через личный кабинет налогоплательщика, через портал государственной услуги. Также использовать сервис уплата налогов и пошлин на сайте ФНС России. Замобилизованы граждан, получить налоговые уведомления и оплатить их могут родные и знакомые по доверенности от командира воинского подразделения. Полностью интервью Светланы Тюриной об уплате имущественных налогов смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.